Мой герой умеет даже серьезные вещи подавать с юмором. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Дмитрий Беляев. К своим сорока Дмитрий Беляев успел увековечить свое доброе имя в памяти рязанцев тремя бессмертными вещами. Во-первых, он основал новый вид спорта – роботлон. Во-вторых, придумал телевизионный проект «Рязгур юмор». И в-третьих, начал свою шоуменскую деятельность с КВН. А бывших КВНщиков, как известно, не бывает. КВН, как старый шут, когда сделал из меня человека. Не все знают, что он обладатель юрмальского кивина в черном и чемпион северо-западной и рязанской лиг КВН «АМИК». Это уже запылившийся весьма в лесе, 2002 год, древний. Вот мы становимся чемпионами, чемпионами Рязанской лиги Международного союза КВН. Это нормально. Это личная награда. Главные награды неспроста хранятся на кухне. Глава семейства и в этой стихии чувствует себя превосходно. Женской половине семьи Беляевых можно позавидовать. Папа выдает на гора не только шутки. Котлеты какие-то сам делаю. Ну, это так, самое простое. Больше всего люблю всякие вещи, связанные с грибами и рыбой, естественно. Как ни странно, искрометным юмористом Дмитрий был не всегда. Курса до второго и сам не подозревал, сколько в его кучерявой голове рождается смешных шуток. Папа мой по отцовской линии, дедушка покойный, то есть они были такие люди творческие. На гармошке играли в деревнях, вот дедушка там, да, вот какие-то. Всегда связаны с юмором. То есть все говорили, что Беляевы очень юмористичны. Вот они все были кучерявые у меня, и я тоже кучерявый. Вот, видимо, с кучерявостью еще вот ген веселости перешел. Катализатором стала школа номер 14, а точнее ее заводные во всех смыслах ученики. Это потом он стал журналистом, редактором и телевизионщиком. А за несколько лет до этого Дмитрий Анатольевич блистал другим талантом – преподавательским. Представьте себе, на селе русский язык преподает молодой мужчина с чувством юмора. Вообще, я там был, мне там молоком практически запаивались все. Не, ну на самом деле, случай необычный, неординарный мужчина, преподающий русский язык. Да, вообще, даже в городе мужик, который русский язык преподает, я вот, честно говоря, ну, редкий случай. Пожалуй, только пятиклашки села Баграмово принимали этот факт как должный. Воспоминания сейчас самые положительные. А тогда, когда нужно было вставать каждый день в 7 утра в Канищево, садиться на троллейбус на 16-й, ехать на автовокзал зимой в любую погоду, ждать автобус на Рыбное, доезжать до перекрестка с Рыбным, выходить, идти 15 минут до Баграмово пешком в метель. Это жесть. Обратно ловить проходящие машины, за 3 рубля доезжать. Это было жестко, но это такая школа жизни покруче армии, мне кажется. На телеэкранах Дмитрий Беляев впервые появился в далеком 98-м, благодаря КВНу. Причем стартовал серьезно на канале господина Эрнста. Но успешный бенефис остался позади, а сам юморист предпочел долгие годы работать за кадром. Писал и правил статьи, брал интервью у местных знаменитостей. А потом пришел к выводу, что проблемы города можно освещать и по-другому. Так появился на свет телепроект «Рязгорюмор». Ко мне люди подходили, которые в основном такого возраста чуть старше среднего. И которые говорили, ребята, как классно, что вы делаете такую программу, поднимаете проблемы города с юмористической точки зрения. Очень хорошо, прям супер-супер класс. А были, даже я забыл, ВКонтакте создал какой-то молодой человек, ужасно молодую группу, которая называлась «Я ненавижу Рязгорюмор». Реально создал группу, приглашал туда людей. Да сам делал какие-то ролики из фильма «300 спартанцев». Что-то там клеил, как будто нас там сталкивают в какую-то дырку, в яму. Да, там «Рязгорюмор». Ну, то есть это нормально. Беспощадному зрителю абсолютно все равно, что из ресурсов одна камера и каждый раз новый оператор. Из декораций то, что найдется в офисе или во дворе. Ему подавай картинку, как на федеральном канале. Лес пять назад ко мне приезжал Мосфильм и снимал несколько сценок для сериала. Сериал назывался «О счастье где-то рядом». Это сериал, который выходил по России, по каналу. И у меня проводили съемки. Я понял, что такое на самом деле телевидение. Когда у меня около дома приехало пять фур, люди не понимают, что у меня происходит. «Рязгорюмор», что ли, начали снимать так мощно. Тут было света камер людей, операторов. Камеры ходячие, камеры висячие, стоячие, летающие. Всякие камеры. Естественно, наш «Рязгорюмор» снимался на одну камеру, поэтому несколько дублей. Но, тем не менее, мы выжимали из этого максимума, что могли. Он и сам не подозревал, что с его легкой руки в Рязань родится совершенно новый и очень необычный вид спорта. Альянс двух разных увлечений – рыбалки и ТВ. Идея рыбатлона у меня возникла в 2011 году, зимой, в январе, когда я просматривал какой-то биатлон по телевизору. Биатлон просматривал. И что-то как-то прям гром среди ясного неба зимой в голову такой стукнул. А что бы как-то, типа биатлон сделать, рыбалку такую совместить с бегом. Ну и все понеслось. Взялся я за это. Многие крутили пальцем у виска, где это видано, чтобы рыбак, способный несколько часов просидеть без движения, согласился бегать, да еще и отпускать улов обратно в водоем. А между тем стартует уже пятый сезон рыбатлона. Я могу сказать уже, что уже второй год в Удмуртии проводятся соревнования при моем согласии. Но уже такое важное достижение, которое я в этот год собираюсь окончательно достигнуть, к концу года, потому что уже поданы документы, я подал официальные документы через человека, который занимается официально авторские права на рыбатлон. Инстанций пройдено немало. Чиновники ссылались на отсутствие летописных документов, посылали в Федерацию легкой атлетики и тянули время. Но заядлые рыбаки нашлись и среди них. География участников рыбатлона расширяется, спонсоры готовы расстаться с самыми дорогими призами, а сам основатель идеи транслирует соревнования по местному телевидению. Конкретно, как вот биатлон показывается, бегущими строчками, отставание от лидеров, секунды, все это двумя камерами уже. Главный секрет его успеха прежде всего надежный тыл. Для полной идиллии понадобились супруга, дочка, собака, кот и попугай. Я считаю, что без семьи я бы вообще не выжил. Жена меня очень сильно поддерживает во всех моих делах, во всех моих начинаниях, во всех моих проблемах. За что я тоже огромное спасибо. Великолепное отношение с тестями тещей, кстати, что достаточно редкое, судя по различным шуткам, у нас прям теща-тесть прекрасная. Пап постоянно превращает что-нибудь в шутку. Если немного накричит, то все равно потом с юмором что-то отвечает. И вообще мы очень смешно и весело живем. Кот Иржи, которому исполняется пять лет в июне этого года. Дворовый, не дворовый, а в книжке все породы кошек зафиксированы. В их семье что ни персона, то звезда. Даже собака набирает кучу лайков на Петро ТВ, Вестхаленд, Вайт Терьер. Райдер двухлетней знаменитости короткий, без лакомства не работает. Петро, лапку, лапку, вот сразу. Все быстро, все в течение доли секунды. Надо там служить, пожалуйста, сидеть, лапку, все. За еду родину продастся. Заряжена домашняя видеокамера, приготовлен новенький спиннинг, закуплены приправы для кулинарных шедевров. Глава семейства к новому весеннему сезону подготовился основательно. Случилось событие в жизни, 40 лет мне исполнилось. Некоторые говорят, да ладно, да вот, да, сороковник в общем стукнул. И я тут ударился в такую интересную сезю, как земледелие. Природный образ жизни постепенно берет верх, и я надеюсь, что годам к 50 я уж так плотно обоснуюсь вот на селе, буду сидеть, ловить рыбу. Только надо еще деньги будет зарабатывать в это время. Но будем стараться. На самом деле покой нам только снится. Дмитрий Беляев уже много лет вынашивает идею создания кулинарного шоу с элементами юмора. Домашние критики его рецепты одобряют. Я надеюсь, что вкусно получается, нет? Да? Во, видите, получается вкусно. Он давно усвоил, что будь то статья, программа или соревнования, главное, чтобы было вкусно. Понял, вообще, в принципе, любую мечту можно выполнить в жизни. Любую, даже самую несбыточную. Вот хотите вы миллион долларов, захотите и получите. Установка принята, а героям мы желаем поймать рыбку большую и побольше. Не только на рыботлоне. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»